Если смесь не прогрета, может ли первая тяга сжечь верхний слой? Почему? С этого вопроса, с этого моего горячего пукана, началось мое становление как клиенного блогера. Лет так, наверное, 9-8 назад. Не с первых моих лет этот вопрос стал ребром. Меня он очень сильно бесил. Почему? Сначала я просто очень часто слышал эту фразу. Я вхожу в кальянную индустрию в 2010 году полным нулем. Потом уже пошли смены кальянщика. Тогда еще не было кальянных мастеров. В принципе, слово сочетание такого. Все, пошли смены, начал набираться опыт, появляется блог. Уже начало формироваться какое-то свое видение, что как примерно работает в кальяне. Плюс к какому-то опыту работы кальянщиком подтягивается до хера лет образование на теплоэнергетика. Инженер, физика, вот эта вот химия, все процессы. Все эти вещи состыковываются, начинают формироваться свое мнение. И когда все начиналось, знакомство мое с кальяной индустрией, была такая фраза. Неважно в каком контексте она звучала. Что-то типа верхний слой сгорит. Да, вот если типа этот кальян, ты там что-то неправильно раскурил, туда-сюда. Короче, вот часто мелькала фраза, верхний слой сгорит. И все это было опять же в контексте холодной чаши. Вот если ты поставил там, допустим, начинаешь сразу раскуривать. Я часто очень кальяны сразу раскуривал. Что на сменах, что дома. Вот просто холодная чаша, смесь. Стоишь колодку с углями, тогда еще не было колодок. На фольгу выложил угли, начинаешь сразу курить. И начал все это дело в блоге делать. Стрим там, не стрим, не важно. Все вот в реальном времени там показываю, объясняю, что обзор какой-то, не обзор. И мне типа, вот ты что, так делать нельзя, верхний слой сгорит, верхний слой сгорит. И вот у меня тогда сначала было просто зарождалось вопрос, а почему? Ну типа, блядь, с какого черта вот при вот таких обстоятельствах вот именно верхний слой сгорит. Именно при этих обстоятельствах. Да, понятно, что основная температура у нас аккумулируется сверху. И если что-то и начнет гореть, то именно верхний слой. Но когда ты чашу греешь плавно, поставил угли и не куришь, почему-то верхний слой как бы не сгорает. Но когда ты ее раскуриваешь сразу, мне писали, что верхний слой сгорит, верхний слой сгорит. Типа чаша холодная, ты начинаешь курить. До сих пор. Вот верить и нет, найдите, блядь, человека, который мне объяснит с точки зрения физики, теории горения, какого хера, блядь, именно верхний слой при такой ситуации будет гореть. У нас есть более холодное тело, у нас есть более теплое тело. В нашем случае мы обсуждаем в контексте табака. Более холодное тело это у нас смесь с чашей. Здесь есть колодка с углями. Мы эти две вещи соприкасаем. У нас по второму закону термодинамики начинает тепло передаваться от более нагретого тела к менее нагретому телу. Где, блядь, в этой всей схеме, что верхний слой должен начать сгореть? Почему, когда у нас плавно идет прогрев смеси, когда он просто угли стоят и в статике греются, там практически нет конвекции. Легкая, естественная, и то у нас есть обратный клапан, который в колбе блокирует естественную конвекцию. В каком, блядь, месте, вот в этой всей формуле, так скажем, верхний слой должен сгореть? У нас есть более холодное, так скажем, тело. И тело, которое более подогретое, если мы плавно греем чашу. Наоборот, должно быть по всей логике. Если бы, вот смесь, наше тело одно, которое менее холодное, чем разница температур между ними больше, тем меньше вероятность, что менее холодное тело как-то будет подвержено температурным влияниям. Там какие-то деформации, разложения листа, там патоки, карамелизация и так далее. Самый элементарный пример. Возьмите два тазика с водой. Один с такой прям хорошо теплой водой, другой с горячей. И вот в такую хорошую, хорошо теплую, ну прям уверенно теплую. Еще прям не кипяток, не горячая прям очень сильно. Настолько высокая температура, что ты можешь засунуть туда руку, но недолго ее там продержать, секунд 5-7 типа можешь продержать. Вот ты засунул, у тебя вот рука, все, кожа, короче, уже прям нагрелась. И ты опускаешь эту руку в более горячую воду. Ты моментально, тебе начнет сжечь, потому что рука уже предварительно догрета. И возьмем другой эксперимент. Просто почему руку? Потому что вы тут сразу чувствуете температуру. Вообще есть термопары, которые засунули, они тебе все показали. Но раз у вас нет термопары, я говорю на примере руки. И обратный пример. Вот оставляем этот же сосуд, который прям сильно горячий. И берем ледяную воду. Вы засовываете руку в ледяную воду. Она у вас остывает, кожа, ногти, там все, что может остыть. Вы высовываете и засовываете в горячую воду. Вы первые несколько секунд даже не почувствуете, что вы в горячую засунули. У вас там какие-то колики начнутся, что-то чесаться начнется. Короче, вы точно секунд на 5, на 7 продержите в горячей воде руку дольше. Какой вывод из этого всего можно сделать? Если у тебя чаша холодная, и ты начинаешь интенсивно на нее поддавать температуру, она с большей вероятностью выдержит перегрев, чем та чаша, которая была плавно разогрета простоем. Надеюсь, понятно? Ну, я прям уже прям на пальцах, на руках, вот как можно только объяснил. Я могу ошибаться. Я в этой области никаких исследований не делал. Я просто вот рассуждаю в теории, в рамках просто своей клепки. Ну, не знаю, кто знает такое выражение, нет? В рамках своей соображалки. Найдите человека, который говорит, что верхний слой будет при таких условиях гореть, и пусть он мне, пожалуйста, я сейчас без подъеба говорю, пусть он просто по-человечески возьмет и распишет, какого черта верхний слой у нас будет в таких ситуациях гореть. Потому что тогда мне эта фраза просто, сука, аж кровь закипала, блядь, бесила, потому что никто не мог объяснить. Я делаю видос, людям рассказываю примерно там устройство кальяна, пытаясь чему-то их научить. Мне в комментах пишут, блядь, тебе кальяны только под подъездом забивать, у тебя так верхний слой сгорит, кто так делает, блядь? Все, в жопу это. Если коротко, мой ответ, я не считаю, что в такой ситуации верхний слой сгорит. Наоборот, он у тебя менее уязвим к повышенной температуре. Пока что на сегодняшний день мое мнение такое. Пока не придет человек, который либо очень доступно все объяснит, почему не так. Либо у него будет авторитет в моих глазах, и он скажет, не, Влад, реально, долго объяснять, ну нахуй. Но реально, верхний слой сгорит. Я скажу, все, бро, я тебе верю. Больше так рассуждать не буду и беситься не буду. И признаю свою ошибку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...